Скажем, получить аморфный материал вообще, не магнитик, а просто аморфный материал. Ну, аморфный материал — это материал, в котором атомы не образуют дознационно-симметричные структуры, то есть кристаллической решетки. Или, другими словами, мы имеем дело с неким неупорядоченным распределением атомов такого типа аморфных материалов. Ну, аморфный материал сейчас известен, широко довольно. Есть аморфный железо, другие такие одноэлементные как бы материалы. И есть аморфность плавных и так далее. Тут довольно широкий класс материалов, я не имею в виду пока магнитных материалов аморфный, которые широко используются на практике. И сейчас, пожалуй, интерес к ним скорее такой вот практический, технологический интерес. Ну, понятно, что тоже железо, например, аморфный. Дело в том, что железо — это элемент группы железа. Атомы или ионы имеют изополненную д-оболочку, а значит, имеют нескомпенсированные спины и магнитные моменты. Ясно, что аморфное железо будет одновременно и аморфным магнитным материалом, аморфным магнитиком. Различают несколько типов аморфных магнитиков, которые отличаются характером формирования магнитной структуры. Ну вот, если я говорил о аморфном железе как просто аморфном материале, одновременно упомянул о железе как аморфном магнитике, то имеется в виду, конечно, что здесь спины, я имею в виду не атомы, а теперь уже спины, они, так же как и атомы, не формируют трансляционной симметричной решетки. Ну и вот структуру спинов в аморфном магнитике можно как-то так нарисовать просто хаотическое распределение и атомов, и спинов. Ну и так далее. Ну, правда, вы скажете, что эта картинка соответствует некой замороженной мгновенной фотографии магнитных моментов. Да, на самом деле, так же как в любом магнитном материале, при высоких температурах, конечно, спины в аморфном магнитике разориентированы, то есть это парамагнетик, но при понижении температуры, на самом деле, в аморфном магнитике возможно магнитное предначение. А это не будет ферродам или антиферродамагнитное предначение, это будет предначение, в котором средний магнитный момент равен нулю, ну, средний по ансамблю равен нулю. Что это означает? Это означает, что у вас на узлах вот этой аморфной аморфной системы, то есть на атомах, фактически имеются какие-то локальные оси магнитной анестропии, легкие оси. Причем эти легкие оси в пространстве хаотически разориентированы, хаотически разбросаны. Так что, если все эти спины свести в одну точку, вы получите некое предречение типа такого. Так что, средний магнитный момент, средний по ансамблю равен нулю. Но, тем не менее, локальный спин при понижении температуры, может быть, отличен от среднего значения локального спина. То есть, это будет отличать систему от парамагнетика. В парамагнетике мы имеем дело вот с таким же хаотическим распределением, но в нем у вас средний локальный магнитный момент равен и то же. Здесь средний локальный момент будет отличен. То есть, спинка замораживается, но картинка хаотического распределения, хаотическая ориентация спины, она остается. И в целом, мы имеем дело вот с таким непорядочным магнитным материалом. Но, с другой стороны, такой материал иногда называют спиновым стеклом. Спиновым стеклом. Ну, имею в виду обычные стекла, в которых тоже нет кристаллической структуры. Это непорядоченные, значит, в отличие от исторических твердых тел, непорядоченные твердые тела. Ну, чаще, вернее, их можно назвать, скорее, замерзшими жидкостями. Замерзшими жидкостями, в которых не сформировался такой дальний порядок в распределении плотности заряда, то есть зарядного распределения. То есть, значит, и распределения атома. Вот. Очень часто оборудованные магнитики называют, значит, спиновыми стеклами. Ну, имею в виду, прежде всего, что чаще всего у вас магнитный момент, особенно в группе железа, он формируется именно спинным, а не пропитанием магнитами, спиновое стекло. Для спиновых стекол или оборудований, ну, для них, характерна особая температура, такая температура, ну, иногда я его называю, температура замерзания, замерзания магнитных моментов, ну, или температуру тайм-глассовую, в общем, различают, это же, вот так, тайм-глассовую, то есть это температура перехода из, как бы, парамагнитного состояния в состоянии спинного стекла или температура замерзания спинного стекла. Ну, вообще говоря, эта температура, конечно, поведение, различие физических характеристик в области этой температуры, вблизи температуры Т-гласс, отличается от поведения физических величин в области фазовых переходов первого или второго рода, в таких исторических магнитиках. Вот, но, тем не менее, особенности наблюдаются, ну, это могут быть особенности типа, скажем, каких-то максимумов, ну, например, в характеристиках релаксационных, например, время релаксации, так называемое время спинно-решелочной релаксации может иметь особенности вблизи этой температуры. Вблизи этой температуры, как правило, скажем, электрическая поленциальность может вести себя особо, ну, и магнитная поленциальность, конечно, то есть восприимчивость, короче говоря. Более того, в области этой температуры часто наблюдаются гистерелесные явления, гистерелесные явления. Ну, а в целом спиновые стекла обладают рядом, ну, я бы сказал, уникальных особенностей, отличающих их от исторических магнитиков. Среди вот этих особенностей можно привести следующее. Вот обратите внимание, что здесь у вас, вот в таком идеальном, как без спинного стекла, у вас легкие оси, хронически совершенно разбросаны, полностью разориентированы. Это означает, что фактически у вас могут всегда находиться, скажем, два соседних спина, два соседних спина, для которых будет характерен очень малый масштаб энергии, ну, скажем, энергии типа возбуждения, спинного возбуждения. И в результате при низких температурах спиновые стекла характеризуются особенностями теплоемкости, теплоемкости, связаны именно вот с масштабом энергии, с характерным масштабом энергии для спинного стекла, отличающими их от кристаллических магнитиков. Ну, спинное стекло может сформироваться и в кристаллическом материале, то есть в решетке. Ну, представим себе решетку, то есть решетку, ну, с точки зрения трансляционно-симметричного распределения атомов. И представьте себе, что на этой решетке, ну, я скорее буду рассматривать геометрическую решетку, геометрическую решетку. И представьте себе, что на этой решетке у вас рассматривается система спинов или магнитных моментов, но с концентрацией, как бы, меньше, максимальная. То есть не все руслы у вас будут заняты магнитными ионами. Вот я так, такого типа, ну, скажем так, я буду сюда вас посвести. То есть в результате у вас может сформироваться то же спиновое стекло. Насчет чего? А насчет того, что у вас будет, понимается, сильная флуктуация обменного взаимодействия, которое приводит к предотчению спины. Ну, действительно, видите, вот здесь у вас эти два спина будут взаимодействовать, это будут N соседей, то есть следующие за следующими, за следующими, за ближайшими. То есть это четвертые соседи, а эти следующие за ближайшими соседи, здесь вообще ближайшие соседи и так далее. То есть в этой системе у вас будет большой разброс обменных интегралов. Вот флуктуация или неупорядоченность обменных интегралов, ну, а это можно так записать, или Данян, такой системы, сумма по M и N. Так, дальше у вас что будет? У вас будет расстоять и MN, обменный интеграл для узлов M и N, для спина в узлах M и N. Далее, что может умножить на вероятность нахождения атомов в магнитных узлах M и N, FN и BN, соответственно. Ну, а дальше S, N на S, N. Вот такого типа герметринян будет. То есть у вас будет в результате, вот за счет того, что здесь у вас входят эти вероятности, вот эти вероятности могут на чего зависеть? Распределение магнитных моментов. Ну, во-первых, от консентрации, так, ну и, во-вторых, вот синтез, условия синтеза этого материала. То есть вы можете, значит, его там отжечь, можете, значит, закалить, вот это совсем разные температурные пончики, как говорят, для температурной обработки материала. Вот фактически этот герметринян как бы типичный для герметринян на решетке, спиновый герметринян на решетке, но тем не менее в результате вы можете получить спин, бас, такой, спинсиквальный упринучение. Ну и, конечно, вот здесь у вас вместо вероятностей может фигурировать флуктуирующий обведный интеграл. Флуктуирующий обведный интеграл. То есть просто вы можете записать и герметрин, ну, скажем, штрихер, ну, что вот так вместо всего вот так. И просто буду считать, что этот обменный интеграл между различными соседями сильно меняется, сильно отличается. Более того, для того, чтобы у вас спинсиквального увеличения возникло характерное характерное распределение ориентации магнитных моментов, надо, чтобы у вас плутуации обменного интеграл были не только по величине, но и по знаку, конечно, по знаку обязательно. То есть у вас обязательно должна быть некая конкуренция положительной, ну, лучше сказать, ферро- и антиферромагнитных обменных взаимодействий. Потому что если у вас будет обменные интегралы только положительные, так, то ясно, что в любом случае основное состояние такого магнитика будет соответствовать ферромагнитному состоянию. ну, правда, если у вас обменные интегралы будут антиферромагнитными, то, вообще говоря, и будут лутуировать по величине. В принципе, не исключено формирование спин стекольного состояния, потому что, видите, для антиферромагнитных у вас, вот я взял два спина антиферромагнитных связал, а третий спин, третий спин, вот, он, будучи связанным с первым, вторым, он, он, видите, как в зависимости при ферромагнитном взаимодействии у него конкуренция возникает с этим спином, при антиферромагнитном взаимодействии с этим спином, да, вот, то есть, при антиферромагнитном взаимодействии, да, да, давайте все обменные интегралы возьмем антиферромагнитными, тогда вот этому третьему спину, первому, второму, третьему, вообще непонятно, куда выставить, то есть возникает некая фрустрация. В общем случае, конкуренция антиферромагнитной, взаимодействия и плюс фрустрации, вот они как раз и приводят к таким сложным продлечению типа спин-стихоник. Ну вот я слово фрустрации сказал, в последние годы, это лет, может быть, там 10, появился новый класс магнетиков, так называемые фрустрированные магнетики. Фрустрированные магнетики, вот фрустрированные магнетики, они отличаются широким разнообразием разного рода магнитных структур. Я приведу только несколько таких очень популярных среди теоретиков, прежде всего, да и экспериментаторов тоже, типов фрустрированного магнетизма, которые приводят к часто экзотическим магнитным структурам. Первое, это, я об этом уже и говорил, первое, это так называемая квазиодномерная или цепочная, квазиодномерная или цепочная структура с фрустрацией обменных взаимодействий. То есть я, ну, как теоретик, рисую простую линейку, то есть рассматриваю одномерный случай. Вот спины в цепочке, спины в цепочке, связанной, но человек с фрустрированным взаимодействием. Ну и вот если рассмотреть очень простую ситуацию, когда у вас есть два взаимодействия, конкурирующие, особенно конкурирующие, по величине взаимодействия первых соседей, и один, и взаимодействия вторых соседей, и два. В этом случае говорят о так называемой I1-I2 модели, или I1-I2 гейзенбергской модели. То есть я геметонян в этом случае пишу очень просто. Спины геметонян будут выглядеть так. Это будет I1 на сумма по N, SN на SN плюс 1. Ну это вот как раз взаимодействие ближайших соседей. Рассматривается. Ну и соответственно, так же взаимодействие вторых соседей плюс I2 сумма по N, SN на SN плюс 2. Вот здесь вот. Ну, взаимодействие вторых соседей. Ну и понятно, что в зависимости от величины и знаков обменных интеграмов мы здесь можем получить такие фрустрированные ситуации, когда у вас магнитная структура будет обустраиваться так, чтобы, ну, например, обеспечить энергию минимума энергии, так, минимума энергии. Но вот это обустройство может приводить к формированию сложных очень магнитных структур. Ну, дальше такой пример посмотрим. Пусть I1 и I2 у вас ферромагнитные, по знаку. Ну, тогда проблем никаких нет. Значит, все спины выстроятся ферромагнитно. Вот. Независимо от величины обменных интегралов I1 и I2. Ну, давайте рассмотрим случай, когда I1 и I2 антиферромагнитные. Антиферромагнитные. Ну, тогда вообще-то проблема возникает. Потому что если и один антиферромагнитный, то вот здесь у меня спинтарк, и здесь спинтарк. А вот этот вот свин, он с этим связан, если тоже антиферромагнитный. Значит, он вот так будет ориентироваться. Ну, тогда у вас возникает вот здесь вот фрустрация. Фрустрация. То есть, понятно, что в этом случае у вас есть конкуренция. Хотя обменные интегралы будут антиферромагнитные все, но тем не менее у вас возникнет конкуренция ферро-антиферромагнитного привлечения. Чего она приведет? Вопрос. Вопрос. Какова будет магнитная структура варуса? Я бы даже более того сказал. Сегодня, на самом деле, неизвестный ответ. То есть, есть разные варианты анализа этой модели, прощенные такие, классические, в частности, его рассмотрим. А квантовые есть варианты, есть просто расчетные схемы, когда вы берете эту цепочку из конечного числа спина, ну, чаще всего вы ее в кольцо, ну, в эти граничные условия, как бы периодически, то есть, фактически ее закольцовываете, так. Ну, то есть, соединяете конечные спины, делать их эквивалентно, ну, это эквивалентно тому, что вы кольцо такое формируете. Дальше, ну, а если Е1 и Е2 отличаются по знаку, то тоже возможны ситуации с конкуренцией. Давайте самую, думаю, простую, тривиально рассмотрим ситуацию, когда у вас спины являются классическими векторами, ну, то мы классическую модель рассмотрим, классическую модель. Очень популярная модель. Видите, классические модели, они, например, очень наглядные, очень простые, очень наглядные, это раз. Вот, хотя, конечно, каждый раз нужно видеть их ограниченность. Правда, их ограниченность, применимость этой модели, может быть, связана, например, с числами просто, с величинами. То есть это, скорее, такой количественный аспект применимости модели и ее проблем. Но есть еще и качественный аспект. Когда, скажем, вы, переходя к классической модели, вы забываете, так называемая квантовая влакуация, и в результате можете выплеснить ребенка. То есть выплеснить, лишить себе возможности рассмотреть какие-то принципиально новые качественные эффекты. Такое тоже бывает. Ну, давайте рассмотрим классическую картинку и будем предполагать, что на самом деле у вас в результате формируется спиральная структура. Ну, понятно, что вообще говоря, спиральная структура, ведь это что такое? Ну, вот я нарисую фрагмент. Так скинь, так скинь, следующий, потом так поворачивай, потом так поворачивайся и так далее. Это на самом деле как бы результат как раз конкуренции ферро- и антиферромагнитного порядка. Дело в том, что в ферромагнитный порядок при условии спиральной структуры, давайте я здесь для спирали, я буду рассматривать такую классическую спираль, с определенным волновым вектором спирали, то есть конституционно-серитичной спираль, хотя этот волновой вектор может, ну, или период, лучше сказать, период спирали, длинноволны спирали, может не быть краной параметры решетки здесь одномерной, то есть расставить между узлами. Я об этом уже говорил, в этом случае будем говорить о несоизмеримой структуре, несоизмеримой спиральной структуре. Ну, а если кратно, то это будет соизмеримой структурой. Итак, значит, здесь я введу угол между соседними спинами, ну, давайте его, скажем, по значимарке, это так называемый pitch angle, pitch angle, pitch angle. Угол между соседними спинами. Я стараюсь в эту скорарку, вы можете нарисовать, если угол между соседними спинами известен, ну, то так и так. Будет так, это вот такая бы картинка у вас. Ну, это значит, надо 360 поделить на, поделить на, ну, какое-то число, вот оно может быть там кратно, не кратно и так далее. Вот, печатал. Вот я соседний спинами. Итак, тогда что мы можем сказать, если у вас спины, давайте спины возьмем по величине идиничка, классика у нас такая, это пищная классика работает, спина по величине идиничка, тогда гаметониан меня перейдет просто в энергию, то есть это будет классическая энергия. Что я получу? И-1. Дальше смотрим. Здесь у меня в соседней, когда спины, угол между ними, это альфа, скалярное произведение входит, спираль у меня плоский, ну, плоскость доски. Значит, будет косинус альфа просто. Косинус альфа. Итак, я пишу И-1 на косинус альфа. Косинус альфа. Ну, давайте нормируем, как бы, эту энергию на один узел. На один узел. В качестве этого узла я возьму, ну, вот первый узел, скажем. Вот первый, я скажу, мединичка какая-то. Ну, любой, кстати, узел здесь, любой. Потому что, на самом деле, сумма поля не идет, но, повторяю, я сумму беру одну всего строгаемую, а все остальные просто умножения туда будут получаться. То есть, аддитивная сумма будет. Плюс и два. Плюс и два. Ну, надо еще учесть, конечно, второй момент. Смотрите, у вас, на самом деле, у каждого спина два соседа. Два соседа. Первых, ну, два вторых тоже самое, да. Два вторых. Поэтому, когда вы будете, вот здесь очень важный момент, то есть, если вы будете выделять один спин, он взаимодействует с двумя ближайшими и двумя следующими задвижающими соседями, так? Но дело в том, что каждый взаимодействие делится пополам. Вот почему? Потому что, когда вы начинаете считать энергию, вот первого спина вы посчитали энергию, начинаете вот сюда посчитать энергию, вы же еще включите взаимодействие один раз с первым соседом. Поэтому при пересчете, правильном пересчете энергии, приходящейся на один узел, нужно, конечно, делить пополам. Не, ну, четыре, половину. То есть, вот я так и делаю. Плюс и два, вот здесь косинус двух альфа входит. Вот эта энергия. Ясно, что я могу найти минимум энергии. Так, пишу минимум еще, как еще я беру, д е к д альфа. Это будет чиселку минус и один на синус альфа. И минус два и два на синус двух альфа. Синус двух альфа. И вот, поэтому мы не проравняем. Ну, здесь синус двух альфа, я решу два синус альфа на косинус альфа. Так. Дальше. Ну, и два решения вижу. Первое решение на синус альфа равняется нулю. Ну, это решение очевидно. Это ферромагнит, думаю, соответствует решению ферромагнит. Ну, обратите внимание, я же ведь ищу только всего лишь экстремумы. Экстремумы. Не минимум энергии, а экстремумы. А минимум энергии, для того, что энергии все будет написать. Вот. И B. Второе решение, ну, вот оно, ну, минус можно выбросить. Так оно будет выглядеть. И 1 плюс 4 и 2 на косинус альфа. Косинус альфа. Ну, это равно нулю. То есть, вот я могу сказать, что второе решение, так выглядит. Косинус альфа равняется минус и 1 на 4 и 2. Вот эта формула при всей простоте этой модельки очень популярна. Ее сегодня можно встретить во многих статьях в очень приличных формах. Самая приличная форма. Ну, я думаю, что она, знаете, многих привлекает еще и тем, что, видите, она такая школьная еще форма. Такие формулы не всегда привлекают. Ну, а что мы отсюда видим? Мы видим, что, во-первых, вот это решение соответствующее спирали. Ну, правда, здесь есть предельный случай, когда, вы видите, вот косинус-то может быть равен а плюс-минус единичка, плюс-минус единичка, но при условии, что альфа равняется либо 0, либо π. Но вот эти два случая и π, они тривиальные, если 0, ну, так же, как бы здесь, это ферромагнитный случай, это π равен нулю. И второе, π это антиферромагнитный случай, то есть это коррегионные, трекорегионные конфигурации. И ясно, что нас, скорее-то, будет интересовать значение косинуса вот этого, так, не минус 1 и не плюс 1, а где-то между ними. Вот сюда попадает, скажем, косинус альфа 0, то есть альфа равняется π пополам. Ну, вот это, вот это интересный уже случай, π пополам. Ну, это вот прививка, прививка, это равен нулю такая, может быть, реализована. Ну, а во всех остальных случаях мы получаем спираль. И вот это вот соотношение простой вам дает связь, связь печенка с E1 и E2. И он и показывает, что на самом общем случае мы имеем дело с конкуренцией. Вот, и результатом этой конкуренции, то есть фрустрации, является формирование спиральной структуры. Но, видите, как вот, при этом, конечно, мы другие какие-то варианты не стали рассматривать. Какие могут быть варианты? Ну, это скорее квантовые варианты. Ну, вот я уже упоминал такое упорядочение, не стандартное, не классическое упорядочение, как Spin Density Wave, то есть волна спиновой плотности. Волна спиновой плотности, я вот ее вышлю, если я не сумею, это примерно так выглядит. Вот у вас, возьмите, нарисуйте Z-компонент вот этого спина. Z-компонент этого спина. Вот она так себя ведет раз, потом она поменьше стала, да, потом совсем маленькая, потом она в другую сторону пошла, поменьше и так далее. И так далее, и так далее. То есть у вас может быть такое синусоидальное, обычно говорят синусоидальное, не косин, а синусоидальное. Синусоидальное упорядочение магнитного момента просто. Величины данных случаев, величины магнитного момента. То есть я взял в этом случае одну плоскость, все моменты в этой плоскости, причем это холинеарная структура будет, но модуль магнитного момента вот так меняется. Может это быть в классике, ну в классике это вот как-то нет, мы в общем-то величину спины фиксируем просто и у нас нет в классике каких-то оснований, считая, что величина спины меняется. А вот в квантомеханике это возможно. Правда, в квантомеханике вот вряд ли эта картинка будет передана всю информацию, это же классическая картинка, всю информацию о квантном состоянии, это тоже надо иметь, потому что это всего лишь будет некий такой некий мэппинг истинного квантового состояния, или некий разрез, некая плоскость, ее можно сказать классическую плоскость, классическим разрезом. Или мы смотрим под классическим углом, мы смотрим в классический бинокль на это квантовое состояние. что-то замечает, это означает, что я скажу в квантомехан 들어� military в квантовом состоянии, причем в квантном состоянии, видите, у вас есть гамильтоненты, парли гамильтоненты, что это значит? Это значит, что у вас спины коррелированы не только на узле, а между узлами коррелированы, так что в результате основное состояние такой системы это сильно коррелированные состояния, это кооперативные состояние, коллективные состояние. проекции с этого и скажем проекте спины на узле может быть не определено точно то есть состояние может не быть и зиндерским как мы с вами говорили но тем не менее я могу рассчитать среднее значение спина или z-компоненты спины изучение вообще спина на узле при в любом состоянии но повторяю что при этом у вас эта величина не будет точно определенность она будет определено в полном смысле среди но и вот означает что в отличие скажет даже в классическом состоянии который в любом случае надо читать и зиндерским причем потому что в классическом состоянии у вас точно задано ну ориентация вектора значит все проекции точно заданы по одной механике этого может не быть повторяем ну и кроме того конечно надо учитывать еще и возможность анистропии магниты то есть возможность того что комбинтоненты будут посложнее раз второе надо учитывать что если у вас спин не одна вторая скажем единицы и выше то мы с вами говорили у вас появится еще так называемая ионная анистропия вот это существо усложнит комбинтонент ну и наконец я здесь рассмотрел идеальный случай когда всего лишь одна значит цепочка рассмотрим его реально у вас даже в случае квази одномерного листала будет учитываться взаимодействия между цепочками и в результате это взаимодействие тоже может привести формированию вообще-то нового состояния дальше надо что еще сказать дело в том что цепочки одномерном образовании неустойчивы относительно формирования в них топологические эффекты можно рассматривать каком-то смысле как топологический дефект но для спинного цепочек практически известный топологический дефект это кинги это некая доменная граница скажем ферма магнитно порядочные цепочки вот у вас узлы идут так потом бак следующая половина цепочки ориентирована на ней спиной значит вниз кстати несколько комментариев здесь несколько комментариев и некая связь вот такого типа структур скажем со спиральность вот кинг ну правда кинга для кинга характерно не столь упрощенной картинка ориентации моментов дело в том что вот в области границы у вас видите здесь выгодные ферма не думали чем заменяется на не выгодные между ближайшими соседями заменяется на невыгодно здесь у вас сильно теряется энергии в системе это невыгодно и она пытается эту рану залечить очень хороший термин такой вы сделали рамку прицепи себе если ваш организм не старался залечить вашу рамку сколько мы прожили ребята бы скончались бы еще и по себе прераскажи ну так вас это третьего покупать наживая до дальше мы все помирали почему потому что я не не был таким каким-то сорванцом но не лидер доска играли в порядке в темноте на всем бегу потом налетел я на глаз смогу остаться без глаза дальше на санках врезался с горы обстанки зуб выиграл в детстве еще и вот так нормально а если бы не заживало это очень важно между прочим то есть что о чем это говорит на самом деле любая система даже не живая она старается состояние свое устоит так чтобы то тот дефект который вводим сам это то возмущение так пертурбация была бы максимально ну как сказать ее время было бы максимально смягчено что в каком смысле для неживой системы это значит что система пытается подобрать в этом случае так обустроить свою структуру так обустроить свой сайт чтобы энергия была минимальна при внесении эффекта но вот ясно что в этом случае к чему это приведет потому что у вас возникнет некая волна вот от спиновых отклонений и в результате границы вот это данном случае она имеет размер 0 ширину 0 она увеличится то есть результате вы получите здесь некое такое увеличение и выдавленную стенку может быть достаточно широкую даже так где в моменты будут поворачиваться вот так здесь они где-то вот развернуться в этой точке вот так вот но потом вернуться вот так и поехали дальше то есть у вас возникнет здесь некий фрагмент спиральной структуры фрагмент спиральной структуры но в самом деле завод что что ферромагниты даже ферромагнитной цепочки кстати в этой ферромагнитной цепочке тоже такая ситуация возможна что-то зачем вот выводите для описания антиферромагнитной цепочки как с вами говорили мы вводим два параметра порядка m это вот сумма как бы моментов в подрешетке и это разы с моментом подрешетки так вот ферромагнитике в данном случае мы рассматриваем давление стенку в которой m переходит в минус m да вот так вот она может рассмотреть антиферромагнитные давление границы это моряной стенки где эй переходит в минус эй вот вам будет картинка похожая но в любом случае вот такой кинг он не выглядел с точки зрения энергетики в любом случае ясно что система как-то подстроится вот это ведь вот это и как раз есть подстройки уже система пытается зажить зажим заживи как бы вот это поражение болячка это тем не все это невыгодно с точки зрения энергетики выгодно состояние у нас начали нарисован все ферромагнитно порядочек но дело в том что с точки зрения внутренней энергии на полу это очень важный момент внутренней энергии это у меня за вода энергия это у минус тс и основное состояние системы определяется нет внутренней энергии а свободная энергия которая включает себя еще вот этого энтропийные сага и ясно что только при т равном нулю мы можем говорить вот о том что свободное нулю свободное но если ты отличный от нуля что у вас произойдет а я в том что вот энтропия такой системы с дефектом она очень большая почему этот дефект и центре его центр границы может на мой дочке находиться границы ведь облицать внимание на без без затрата энергии может двигаться по цепочке совершенно но если цепочки бесконечные между прочим с точки зрения прикладной прикладника это очень интересная границы границы можно использовать системе запись информации запись управления информацией ну кстати так и делается на самом деле после дать ему данные стенки и партии проценты бывают стенки плохо или стенки нерея ничем отличаются вот здесь обратить внимание что здесь этот переход плюс минусы можно рисовать любя способами вот как я здесь нарисовал моменты поворачиваются плоскости достиг но и же может поворачивать по-другому так и пенекулярной плоскости доски то есть веер у вас не в плоскости доски будет а в пенекулярной плоскости то есть этот момент поворачивается два типа границы по типу кинка в такой структуре прикладники они очень активно исследуют такого типа дефекты и ищем эти соответствующие материалы где вы эти дефекты присутствовали и и не можно было бы хорошо управлять ну кстати из таких ведь кинков можно создать решетки то есть систему кинка но если вы слушали нашего джуна джуна японца нашего да он как раз именно это имел виду как раз именно это и рассматривал то есть это у нас кинг это солитонное образование и мы можем говорить о солитонных решетках то есть так обычно говорят не кинковые решетки солитонные решетки более общее такое понятие солитонная решетка это у вас вот здесь сидит кинг дальше он сидит через скажем три периода решетки центр опять сел там еще центр сел еще центр сел да и вот такая сложная будет структура хотя она будет периодически периодически решетка перед может быть соизмерим спараметром решетки и не среди из вами пришел ну понятно что такого типа структура уже спирали приближается спирали приближается более того эти тип спирали можно разнообразить ну во первых поворачивать спин не плоскости доски не в одной плоскости не говорите о плоской спирали это самый простой способ пространственной спирали значит деликой какой-то может быть ну действительно вот этот спин может поворачиваться вот так то есть винчевать кстати обратите внимание сразу два типа можно назвать два типа хелисити или спиральности вот или киральности положительно или 30 то есть можете заключить по или против часовой стрелки то есть сразу вы переходите еще новый порядок связанный со знаком киральность дальше что возможно по дороге у вас еще кроме формирования такой пространство спирали длина вектора может меняться причем она тоже может меняться периодически пучности пучности спины в спирали пучности спины надо как себе представить это значит у вас будут такие вот ну а здесь вас спин поворачивается вот в пределах каждой пучности вас спины поворачивается там это как бы состояние такого типа это комбинация спин дэнсти вэйв и пространство спирали то есть число вариантов очень много я слышал вот эти вот образования с электронными решетками близнецы брать далее еще один тип фрустрации это фрустрации которые иногда называют геометрическими фрустрациями геометрическими фрустрациями эти геометрические фрустрации связаны не с характером обменного взаимодействия ну то есть не с конкуренции обменной связи а связаны с геометрическими фрустрациями геометрическими фрустрациями геометрическими фрустрации то есть вот представьте себе узлы 1 2 3 и значит обменные триалы везде одинаковые скажем так так идеальная фрагмент идеальный треугольной решетки тригональной решетки вот кстати один из самых популярных одна из самых популярных реализации такой тригональной решетки так называемая решетка очень популярные вы можете увидеть здесь фрустрация связана вот с геометрией действительно при фермо крупном знаке понятно что тут проблем нет и все три спины коллинеатор выставиться параллельно и все при ферромагнитном знаке а вот при антиферромагнитном знаке возникает некая фрустрация я об этом выше уже говорил то есть два спины скажем выстраивать анти параллельно нормально ну и куда вы никуда не сюда так вот здесь а здесь фермы то есть в любом случае как вы проигрываете чем сильно проигрываете одну связь прямо проигрываете но если что этот проигрыш наверное как то вот значит можно ну по крайней мере не устранить как бы да то минимизировать ну и конечно для трех этих спинах в случае равномерно треугольника и сам эту задачу рассматривали так вместо круга я почти ответ напишу она очень просто решается то здесь мы можем просто только найти точное решение точно и показать вообще устрация связана и что в результате получит какова будет энергия вот этой тройки спины действительно я пишу гамминтаньян обменный гамминтаньян в этой тройке вот он и пугаска ну а дальше комбинация значит с1 на с2 плюс с2 на с3 плюс с3 на с1 вот все ну и дальше я сразу напишу я веду полный спин в тройке с большой это будет с1 плюс с2 плюс с3 ну и легко видишь тут в комбинации в скобках это такой усеченный квадрат вот этой суммы да ну я напомню что в сумме что у вас получается квадрат и сумма квадрата всех трех спина ну а сумма это просто константы квадрат спины мы знаем и плюс удвоенные произведения здесь есть поэтому ответа так выглядит что я должен сделать вот эту комбинацию могу записать как с квадрат минус вот эти вот квадраты пополам пополам и так все равняется и пополам ну а дальше с квадрат минус с1 в квадрате минус с2 в квадрате минус с3 в квадрате ну чаще всего в качестве иллюстрации рассматривают квадрат спин квадрат спин а то есть то бишь одна вторая вот эти я закончу и так я возьму все спины по одной второй посмотрю как бы квантовый магнетик квадрат спины и так все спины 1 2 3 1 2 тогда вот эти вот с1 в квадрате с2 в квадрате я могу просто заменить на собственное значение это с на с плюс единица 1 2 это 3 3 4 3 4 9 4 и так в результате и спине 1 2 все будет равно и пополам с квадрат минус 9 4 всего очевидно минус 9 4 и спина энергии находится очень просто дело в том что полный спин полный спин какие значения пробегает 3 спина по 1 2 ясно что возможное значение спина всего лишь 1 2 и 3 2 как как их получают ну я напишу лишь 1 2 и 3 2 вариант 1 2 и 3 2 ну вот теперь только давайте все таки посмотрим как формируются эти значения 1 2 и 3 2 ну вот с тремя вторыми вообще тривиально все просто смотрите это надо просто сложить все спины вот так вот вот я получу 3 2 а вот 1 2 ну давайте так последнее я сложу 2 спина в начале 2 спина по 1 2 я получу либо 0 либо 1 ну 0 беру 0 к нему добавляю 3 спина 1 2 получаю 1 2 беру 1 и на 2 и на 2 и на 2 и на 2 и на 1 и на и на 2 и на 2 можно и на 2 и на 2 для того чтобы это ясно показать яboundе сделаю так вначале сложим сложен из 2 и запишу s12 это все, да, а потом к нему буду добавлять полный спин, а мне будет тогда s12 плюс s3. Так вот, обратим внимание, что 3 вторых я получаю только при условии вот это 3 вторых, только при условии, что s12 равняется единица, только и все, 1 b. А вот одно второе я могу получить дважды, s12 может быть и ноль, и второй вариант единица, потому что к нулю добавьте одну вторую и третью спин, как бы, да, и второй полночек, ну, к единице, если вы добавите одну вторую, два варианта, поправим треугольника, ну, грубо говоря, суммы разных, да, три вторых, три вторых, вот это очень важный момент, но тем не менее, значение полного спины вот он, да, и спектр-то находится тревиально, ну, все, рассчитали. Подставляем сюда вместо s2, s на s плюс 1, где s либо одна вторая, либо три вторая, все, а дальше, а вот с волновыми функциями немножко сложнее. Почему? Потому что для трех спиннер сколько всего состояний, ну, если каждый спиннер по 1, 2, 2 состояний, а тут 3 спина, значит, 2 в третьей, 8, 2 в третьей, 8, да, 8 состояний, вот, а тут, смотрите, спиннер 3 вторая, сколько состояний? 4, спиннер 1 вторая, сколько состояний, 2, так 2 плюс 4, 6, вот, мы при этом должны вспомнить, что этот мы двумя способами получаем, то есть фактически у меня это значение с 1 вторая двукратно выражено еще, вот, два способа есть получения вот этого значения, поэтому полное число состояния, конечно, можно поставить, да, сюда, везде, это было, конечно, просто, в общем, просто учение, в общаге, мы просто, просто, вот, и не знаю, плакали с утра, ну, а еще подоехать, вот и сколько это было, там, чтобы 1 копейки стоило, но мы все время рекорд восстанавливали, кто вот дольше проедет, за бесплатно, вот, как раз нас отправили на практику, из второго класса практика называлась, копать яму на, 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 на Эльмашу, на электропарад, не знаю, как это сейчас называется, жара была такая, вот, мы яму там копали, ну, там, просто, вот, копали, ну, не весь курс там, как это было бы там, кто-то, видимо, от этого делал, ну, вот, жара была копали, и там мы обнаружили, что рядом какой-то цех металлургический, и там за бесплатную газировку можно пить, ходим туда, я помню, единственный плюс вот этой практики, горячий цех, и там газировка бесплатная, копали, 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 ну, не зацелы копали, а потом приехал экскаватор, он дозил, и все, зарывал обратно, я помню, ты классика такая, вот так, вот так все страны у нас и построены, черт возьми. А в следующем году, чтобы было, кому еще копать, что ли? Ну, может быть, что ли? Все же инвестиции. Правильно. Все, ну, сколько, копать, копать. А в результате, это ведь, возникает отношение, вот, знаете, как у нас часто такая, поговорки и раньше, и еще, то есть, значит, мы делаем вещи, мы работаем, а они делают вещи, что платят нам. Ну, так как вот у преподавателей это, это не то, что у меня это тем не менее, как это не подходит. То есть, а та одна половина все-таки подходит, а все-таки я считаю, что преподаватели у нас нужно вот так, честно работают. Вот. Хотя они ничего не платят. Правда, вот, обещали учителям 2018 года зарплату сделать 47 тысяч 700 рублей, почему, интересно, вот не там, не 50, да, а вот 47 тысяч 700 рублей в 2018 году. Инфляции просто они посчитали, сколько будет? Сколько надо платить, чтобы столько же было? Может быть. Нет, я понимаю, что кто-то там считал как-то сильно. Дело в том, что это они просто взяли среднюю зарплату, которая будет в 2018 году. Ну, видимо, какой-то график там начертили, и вот в 2018 году он сюда попал, ну, и вот, и что-то для чего назначили. При этом, значит, там 47 700, да, при этом сказали, что зарплата преподавателя вуза будет 95 400, поняли, да, умножить на 2. Вот так вот, ребята. Вот. Но поскольку, поскольку, вот, я думаю, даже большая часть народа даже не читаю, потому что просто, ну, не верит абсолютно никто в это так. Потому что это много раз уже говорили, вот эти вот декларации относительно того, чтобы преподаватели вузов, была зарплата в среднем, в два раза выше среднем. Ну, вы даже знаете, да, вот еще Ельцин, как только стал первым президентом России, это уже был указ номер один. Ну, как бы, знаете, восемь, так, ныне, где-то там еще. Вот. Ну, у них проблем просто хватает. Министр обороны у него проблемы с, извиняюсь, с оборудованием с бабами, там, он взял всех или самых офицеров всего министерства, черт и матери выгнал, заменил и эти весами, вот, с такими. Я, в общем, посмотрел, вот, как называется, на сайте, женщины, или девушки, серебряков, называется там, какие-то. Дело в том, что это на самом деле катастрофа просто. Вот там, нет, конечно, приятно смотреть, там симпатичный, у него вкус есть, но, правда, я думаю, что у министра обороны вкус есть всегда по определению, да, то есть, он просто распоряжается машинами, ресурсами, и все. И вот, поэтому он взял девочек и у него какая-то девочка кандидатного психологического психфакта. И там, на дне, издеваются в интернете, там выдержки из ее диссертации или завтра рефератора. Я не поленился, потому что, ну, просто интересно, как вот, что ты пишешь. Ну, я знаю, как у нас защищают, что ты пишешь там, иногда. Мне каждый раз интересно, что они-то пишут, что защищают. Ну, взял я есть там сайт, где можно любую диссертацию, кстати, после этого свою еще извлек и увидел огромное количество ошибок. где-то, что там соберут и копируют, видимо, там что-то неразборчиво они, ну, как-то сами представляют. У меня там колоссальное количество ошибок. Но дальше интересно, внизу стоит автор-реферрат, 200 рублей, диссертации 500 рублей оценили. То есть 500 страниц, по рублю со страниц. А дальше по-клогам, сейчас, если защита в Свердловске, когда я защищался в МГУ в Москве, ну, и так далее. И по тексту просто куча каких-то вот таких вот, там, где они сами набирали, там еще что-то. Дальше в литературе, там, вся иностранная литература вообще какая-то про кадавра, у них, видимо, там, то ли вор, то ли что-то было, не знаю, чем мы как-то делали, что это какая-то просто абракодавра, какие-то иероглифы. Ну, ладно. Ну, вот нашел эту девочку тоже, ну, симпатичную девочку, у нее такой генеральский, вместо генеральского, это она всего лишь полковник пока. Ей лет там в 30-ти нету. Но автореферрат этого, я думаю, надо почитать. У нее называется, чему посвящена диссертация, я близко к тексту не могу назвать, потому что здесь слова, я думаю, что, в конце концов, когда я все-таки прочитал, помню, что надо ей дать кандидатскую диссертацию, потому что, если это она без бумажки все произносит, да, да, докторскую сразу произносит. Значит, это мотивация, мотивация военнослужащих к женщин, мотивация к работе. начинается. В общем, там все внизу выварил, и так далее, меня все передал такие, что, мотивация, должна быть мотивированный, так что делать проданообратно, да. А мотивации бывают разными. Мотивации бывают мотивированы одним, и мотивации мотивированы другим. И вот так вот им всего перетряхивается, да? Это просто катастрофа. Но на самом деле это не беда. Дело в том, что точно такие же диссертации нашего президента. Ну вы сейчас премьер-министр, такая же абракадабра просто. Ну он просто какая-то, чушь какая-то написана. Другие женщины. Женщина занимается в Министерстве обороны военным образованием. Значит, ее послужной список закончила финансово-экономический институт в Питере. Ну, естественно, не в Питере, а в Питерском. Ну, то есть, как бы, наш министр обороны, это как бы, ну, обычно на этой должности сидит такая дама, такая вот, по финну. Знаете, вот «Желтый дом» и дама такая, по-французски там «дама пилала». Вот такая роскошная большая дама. Вот вместо этой дамы у нас сидит Сердюков. А тут, по-моему, это те девочки. Вот эта девочка, занимающаяся народом в мире военного образования. Класс вообще просто. Она занималась в первом мире. Она в какой-то фирме занималась продажей алкогольной продукции. Вот это первая ее работа, это вот продажа алкогольной продукции. Затем она, все-таки финансово-экономический суд закончила, она стала работать где-то в налогоинспекции по сбыту производства сбыта алкогольной продукции. Это ее основная была, кстати, деятельность. И где тогда попало? Это потому, что Сердюков, он же всего лишь только начинал как мебельщик. Его называют еще мебельщиком. Или табуреткиным еще. Табуреткиным. Вот. Он начал как мебельщик. А потом, вот я тоже закончил, в Питере, университет закончил. Потом он пошел еще по налоговой. По налоговой стезе. Ну и где-то вот она ему попала по дороге. Он где-то был начальником у нее. Вот представьте себе, пришел в Министерство обороны и взял ее и поставил вместо алкогольной продукции на военной образовании. Ну, можете это понять, да? Что далеко ходить? Там на сайте вспомнили про других девочек, скажем, из нашего министерства. Не Минобороны, а Минобраза уже тоже. МО. Минобороны. У нас за... Есть такой главк. Рособрнадзор. Минобороны. Наверное, слышали? Это вот он занимается ЕГЭ и так далее. Вот последние лет десять начальником этого главка или управления была такая дама Глебова. Вот она ушла только вот буквально... А, вот в этом месте только ушла. Чтобы куда-то ее перевели на, видимо, более высокий. У Минобороны поднялись. У нее очень хороший послужной список. Дело в том, что она закончила какой-то ПЕТ, институт, ну, в какой-то глухой провинции. Но учитель никогда не работала. Вот. А пошла по комсомольской линии, по такой пионерской комсомольской линии. И дослужилась где-то до секретаря обкома комсомолок. Там то ли в Саргатах, то ли где-то там, в таких вот, в Триворских городах. Вот. Но когда началась всякая перестройка, она занималась организацией лотереи. Вот. Она лет двадцать занималась организацией лотереи разного уровня. Вы поняли, почему ее на ЕГЭ поставили? Вот. Ну, там, в этом интернете, там все так вот недовязчиво привлекают, что, наверное, специалист по лотереям... А кого ж когда ставили на ЕГЭ? Это же лотерея там. Вот ЕГЭ поставили. Ну, это просто ужас. Я ее слушал, это... Слов просто нет. Только вот... Я не знаю. Слов нет просто. Терпикова же отставку отправили. Ну, да. Но его знаете, как отправили? Отставить. Дело в том, что не отставить его невозможно в этой ситуации. Почему? Потому что, когда пришли братья-то туда одну из дам... Ну, дам-то много, да? Но, по крайней мере, сейчас наиболее проворовавшаяся одна там считается. Это начальник тоже из его окружения, дама. Все, видимо, дама из самого близкого, теплого окружения. Потому что, когда пришли ее братья в 6 часов утра, то вдруг обнаружили министр обороны. Все порсили так. Это классно. Причем это было официально подано так, что министр обороны прибыл сразу же. Как бы он узнал о том, что вот у нее в квартире нахуй запроводится. А на самом деле он не прибыл, он тут не был уже, не прибыл, а был просто в 6 часов утра. Но, видимо, какие проблемы мешали такие рабочие. Вот такая классика. Это наша оборона. Можешь себе представить, да? Какие... Называть? Я не проворачиваю, как это называть вообще. Вот это вот... Ладно. Малаган. Малаган. Даже не балаган. Малаган иногда ходит и там посмотришь, что тут такие интересные. Здесь правда тоже интересно. Но! Что? Извиняюсь. Так, да, 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 да. Да, 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 да. Нет, я не могу, у меня сейчас пара. Да сброс, радио, вы мне уже обещаете 3 недели сбросить, так? Дубилы. Да, ну ладно. Хорошо, 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 ладно. Буду ждать. Маленькие женщины эти. Маленькие женщины. Так, да, ну вот давайте просто посмотрим спектр. Смотрим спектр вот этой тройки, этого тримера. Тримера. Пара тример – это тример. Тример. Вот смотрим спектр. Итак, значит, без учета обменного взаимодействия, это значит, да, будет несколькратный вырожденный уровень, без учета обменного взаимодействия, несколькратный вырожденный уровень. Вот я включаю вот этот обмен в тройке, так? Два – получаю различные собственные значения, то есть значения энергии. С, вот здесь я С заменяю. С квадрат на С на С плюс единица, то есть на собственное значение. С одна вторая – это будет три четверти, значит, минус девять четвертых – это будет минус шесть четвертых, минус три четвертых. Здесь минус три четверти. Итак, два отлучения. Е – обменные – это минус три четвертых, и это если спина одна вторая – значит, шесть четвертых пополам три четвертых с минусом. Дальше, если С три вторых – это три вторых на пять вторых – это пятнадцать четвертых, минус девять четвертых, шесть четвертых. То же самое с плюсом только будет. Плюс три четвертых И, если спин, полный спин, большой, С большой здесь, три вторых. Вот, всего лишь, то есть вот такая картинка, так она выглядит. Причем, давайте посмотрим знак, вернее, какой уровень у нас будет нижним. Если И положительно, если И положительно, да, то естественно, что это как раз антиферромагнитный знак. Если И положительно, тогда вот этот уровень меньше энергии имеет. Но он четырехкратно на самом деле вырожден, обратите внимание. Он четырехкратно вырожден. Вот здесь вот при обещательном И, а именно этот случай соответствует фрустрации, там полный спин одна вторая. Ну а здесь тоже четырехкратно вырожден уровень, полный спин три вторых. Три вторых. И вот это вот расщепление спиновое, сколько оно составляет? три вторых. Три вторых. Три вторых. Три вторых. Три вторых. И. Вот что мы получаем при антиферромагнитном знаке обмена. Т.е. это точно результат. О какой фрустрации здесь идет речь? Собственно фрустрации это как бы не очень понятно. Все. Вспекты на шлесные, на шлесные, на шлесные нормальные. Но обратите внимание вот на что. Здесь у вас спин одна вторая, да, но на самом деле здесь как бы четыре состояния. Это две пары, два дублета со спином одна вторая. Два дублета со спином одна вторая. И поэтому можно говорить о фрустрации именно в этом смысле. В смысле а какой же из этих дублетов соответствует в основном состоянии? Нет. Они одну и ту же энергию имеют. Имеют одну и ту же энергию. С чем можно снять эту фрустрацию? Ну конечно можно что делать? Взять диаметрию нарушить здесь, а значит и обменное взаимодействие сделать разными. Ну тогда конечно мы в принципе не обязательно, но в принципе можем эту фрустрацию снять. Ну и конечно скажем внешними полями, ну прежде всего магнитным полем мы можем в принципе тоже эту фрустрацию снять. Кстати на этом примере можно еще и посмотреть, а как скажем квантовая энергия согласуется с классическим результатом. Классическим результатом для ферромагнитного случая. Что мы имеем? Считается энергия в случае ферромагнита. Все спины по одной и второй, все они параллели. За счет 1, 4, 1, 4, 1, 4, 3, 4. Смотрим. То есть это еще раз подтверждает, что энергия ферромагнитного состояния квантовая классическая совпадает. А вот в случае антиферромагнита здесь конечно ну во первых мы говорили о фрустрации. Поэтому вот эти вот два кипа, вот я нарисовал здесь ситуацию, да? Вот. Эта ситуация соответствует как бы полному спину 1, 2. Вот можно эту энергию посчитать здесь. Если классическую его возьмем, да? Тогда смотрим. Здесь ферра. Одна связь ферромагнитная. То есть, скажем, это у меня 1 людей. Вот здесь ферромагниты. Здесь получает плюс 1 четверть. А вот эти две связи у меня антиферромагнитные. Ну, значит, получаю здесь минус 1 четверть, минус 1 четверть. В целом я получаю минус 1 четверть. А там что у меня в квантовом случае? 3 четверти. То есть я, видите, в три раза продираюсь в этом случае, когда заменяют спины на классические. Я слышно, что это еще раз подтверждает ту мысль, что в случае антиферромагнитных связей квантовый результат существенно отличается от классических. Кстати, на примере пары спины по одной стороне мы тоже говорили о том, что квантовая энергия в три раза больше, по модулю имеется в виду, больше, чем классическая энергия. Здесь то же самое, в три раза больше. Вот такая ситуация, значит. Ну, вот на этом мы с фрустрированными магнетиками закончим. Идем дальше. Значит, рассмотрим картинчик, опять же, пробежимся по фазовым переходам в магнетиках. Фазовые переходы в магнетиках. Тоже такой обзор. Фазовые переходы в магнетиках. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, собственно, об этом уже вам говорил на твердом теле, что магнитные фазовые переходы И теоретиками, и экспериментаторами исследуются очень интенсивно, и экстенсивно, и интенсивно, просто причем, потому что здесь преследуются и убиваются сразу много зайцев. Ну, во-первых, с точки зрения развития, фундаментальных представлений о природе, в особенности фазовых переходов, в этом смысле магнитные системы очень удобны, потому что в них можно следить за параметрами порядка. Есть масса методов, это и измерения на магниченности, то есть магнитные измерения, это и резонансные всякие методы, ГМР, МПР, гамма-резонанс, эффектность пауэр, это магнитная нейтронная графика. То есть существует масса методов, причем достаточно продвинутых, которые позволяют контролировать правитель порядка их изменения во время фазового перехода. Ну, а в целом, я думаю, со многими фазовыми переходами вы знакомы, вот температура, вот у меня, скажем, намагниченность, вот типичное поведение намагниченности, как функция температуры для ферромагнитика. Значит, здесь парамагнитная фаза, здесь границ, которые разделяют парамагнитную и ферромагнитную фазу, ферромагнитная фаза. Вот типичная картинка, школьная такая картинка, которая, как раз вам, иллюстрирует фазовый переход из парамагнитного, то есть неупорядоченного магнитного состояния, ферромагнитное в данном случае. Вот эта кривая обычная, мы об этом еще будем говорить с вами ниже, эта кривая, обычно ее называют бриленовской кривой, кривая зависимости МОТ. Кстати, вот здесь очень часто используют вместо Т так называемую приведенную температуру, средний вид на температуру КВИ, ТС, КВИ. Температура фазового перехода в ферромагнитике уносит название температуру КВИ. Вот, перепоприятие, часто по оси температуры откладывают приведенную температуру, когда она с единичкой будет, а по оси вертикально откладывают приведенную намагниченность. М, ну, скажем, я ее маленький обозначу, это будет М на намагниченность насыщения. Ее обозначают так, либо М0, либо МС. Ферромагнитики, сатюрэйшн, ну, конечно, насыщение. Ну, тогда здесь будет единичка тоже остается, естественно, будет единичка стоять, если вы в приведенных единицах. Это удобно. Почему? Потому что, во-первых, вы можете какие-то универсальные закономерности обнаруживать, характерно, скажем, для совсем разных ферромагнитиков, с разными температурами перехода. Вот берете ферромагнитики с разными температурами перехода и в приведенных единицах откладываете этот график и вдруг обнаружат, что все эти графики просто совпали. Прекрасно. Это что означает? Это означает, что все эти ферромагнитики, фазовый переход в них и температура поведения моей подчиняются неким универсальным, каким-то закономерностям, универсальным зависимостям. Дальше в антиферромагнитиках. В антиферромагнитиках ситуация меняется, я бы сказал, незначительная. Температура по приличению магнента идет в названии температура неэля, температура неэля, а здесь место намагниченности в антиферромагнитике. В отсутствии поля нет намагниченности. Здесь откладывается намагниченность под решетки. Намагниченность под решетки. Ну или, если говорить о деревичном подходе, вы можете здесь отложить не на магничность подрешетки, а вектор антиферромагнетизма, L. Ну чаще всего здесь на магничность подрешетки пишут, и букву M тоже используют. Все то же самое, более того, в антиферромагнетиках эта кривая тоже кривая Брюллена, брюлленовская кривая. И точно так же вы, переходя в приведенные единицы, приведенные температуры и приведенные на магничность подрешетки, можете какие-то универсальные закономерности смотреть. Вот типичные цели для разных антиферромагнетиков. Примеры ферро- и антиферромагнетиков, ну скажем, ферромагнетики среди металлов, очень популярны, ну железо, комполь, нитель, скажем, ферромагнетики, редкоземельные металлы, ферромагнетики. А вот среди диэлектрических и полупроводников ферромагнетиков очень мало. То есть это, мягко выражаясь, единички, ну известные ферромагнетики, такие популярные, в Европе ООО, скажем, в Европе ТЭЛУР, или иногда говорят, халькогени, это Европе. Дальше, скажем, тоже еще известно, Бром-3, тоже ферромагнетик. Это вот полупроводники, как бы, ну я уже вам говорил, что, ну, то есть, отличие полупроводников от диэлектрических, оно такое, скажем, условное. Поэтому, говоря о диэлектрике, как о полупроводнике, мы не ошибемся, в самом деле. И подавляющая, конечно, масса магнитных материалов, непроводящих, ну, условно непроводящих, тоже условно, почему, потому что эти материалы полупроводники, они тоже проводят, так же, просто проводились маленькие. И имеют характерные для полупроводников или диэлектрика, скажем, температурные зависимости. Так вот, для, ну, тем не менее, мы будем говорить, полупроводников, у меня реалов магнитных, и для них характерны, значит, антиферромагнитные привлечения. Разного типа, может быть, слава антиферромагнетики, там, значит, двух, четырех, подрешеночные антиферромагнетики, неколинеарные антиферромагнетики и так далее. Может быть, спиральные структуры, сейчас много довольно материалов со спиральными структурами. Вот я все время забыл вам сказать о так называемых ферромагнетиках, ферромагнетиках, то есть это, как бы, антиферромагнетики, у которых две подрешетки есть, но в них магнитные моменты подрешеток не совпадают, то есть, для ферромагнетика характерны две подрешетки, но магнитные моменты подрешеток не совпадают по величине, так что у вас в результате, видите, в результате у вас образуется ферромагнетный момент. Ну, по-русски обычно ферромагнетик так пишут, фильм ферромагнетик. Вот ферромагнетик, ну, его можно ферромагнетиком назвать формально, есть магнитный момент, значит, мы можем такой материал называть ферромагнетик. Среди ферримагнетиков ферриты, само название ферримагнетик, феррит, ведь они родственные. Ферриты, практически большинство ферритов являются ферримагнетиками, среди них надо, пожалуй, выделить, конечно, ряд ферритов, которые являются слабыми ферромагнетиками. В том или и другом случае магнитные моменты, ферромагнитные моменты у них небольшие, поэтому все ферримагнетики, если вы их назовете антиферромагнетиками, они, по идее, не обидятся, так, потому что в основе и ферримагнетика, и слабый ферромагнетика лежит антиферромагнитное привлечение, оно главное, как оно погоду делает. Ну вот для ферримагнетиков, для многих характерной температурной зависимости на магниченности с так называемыми особыми точками, типа точек компенсации. Ну представьте себе, вот ферримагнетик, видите, вот моменты под решетой 1 и 2. Ну они какие-то температурные зависимости имеют, свои, да, с температурой по-разному ведут, более того, видите, как, если они в разные стороны сориентированы, это значит, вот я, скажем, М1 нарисую и так вот, да, М1, а М2, значит, я должен в другую сторону нарисовать, вот, как-то так, М2. Ну здесь я нарисовал какую-то красивую картинку, видите, они в точности компенсируют друг друга, да, антиферромагнетик. Но ясно, что если вот у вас М1 и М2 моменты имеют разную температурную зависимость, да, то, возможно, вообще, говоря, ну, такое специфическое поведение суммарного момента, вплоть до появления точек компенсации, это вот так выглядит. Вот типичная картинка для ферри-магнетика с точкой компенсации. Точка компенсации для, опять же, для человека с таким прикладным интересом, она очень интересна. Это не точка фазового перехода, не точка фазового перехода, но это очень интересная точка. Более того, я сейчас вам сразу покажу, что такие точки очень легко можно пройти мимо таких точек. Вот как вы думаете, вот, скажем, экспериментатор магнитчик начинает измерять магниченность, он что делает? Он берет температуру, меняет, и меряет магниченность, меняет, и меряет магниченность. Вот что он в результате получит? Он получит вот такую вот, типа, прямую. Почему? Потому что он, естественно, будет, он же, как меряет на магничном, включать магнитное поле обязательно. Почему? Потому что каждый образец с магнитным моментом, он, как правило, находится в многодоменном состоянии. Я об этом еще не буду говорить. И чтобы устранить многодоменность, так, сделать материал от магнита однородным. Включать магнитное поле, в магнитном поле. Но в магнитном поле, магнитный момент всегда по полю выстраиваться. И здесь по полю, и здесь по полю. Будет так. Вот картинку вы какую получите. Ноль-то вы даже не увидите, причем, потому что вы магнитное поле включили. Это означает, что у вас всегда магнитный момент, суммарно отличен от нуля, будет всегда. Вот. И вот вы получите такой вот так. Единственное, что, если вы так вот, такой вот педант, в хорошем смысле, вы еще заметите, что, что, да, еще вот такого типа поведения, а тут что-то раз, вблизи какой-то температуры, значит, провал. Вот давай-ка я его исследую поподробнее. Вот тогда начинает раскручиваться вся эта деятельность. Я все время, как раз, вы знаете, как, вот для меня точка компенсации, все время была таким стартом, стартом для многолетней деятельности, связанной с ферритами. Вот. Мы с... Ну, вот у вас будет еще Евгений Валентинович Синицын считать. А вот муж Евгений Геннадьевны. Ну, а как бы они мои эсперанты. Ну, вот Евгений Валентинович мой первый эсперанты. И мы с ним, ну, фактически вместе мы просто работали. Вот его диссертацию подготовили. И поехали с этой диссертацией в Москву. Ну, мы еще там хорошие результаты, и все. В Москву в лабораторию магнитную. Ну, и там рассказали, там все, и, в общем-то, все там одобрили. Они в отзывы хорошие написали на диссертацию Евгения Валентиновича. Он приказно защитился. Ну, мы решили все-таки с ними как-то вот работать. Ну, вот я так прихожу, как вы говорили, вот, знаете, мы тут теоризм, а вы так вот экспериментом. Мы вроде как бы вот, а значит, могли бы и сотрудничать. Тем более, меня интересовали эти эксперименты. А у них были теоретики уже, так, свои. Я вполне понимаю, это какие-то люди экспериментарные, у нас свои есть, что-то еще какой-то со стороны. Правда, между прочим, свои теоретики в этой группе были тоже наши. Вот, закончили нашу кафедру прямо, это звезды Антолика Константиновича, довольно известный теоретик. Вот он нашу кафедру закончил, ну, долгие годы работал, уехал в Москву и там работал. Сейчас работает. Вот он был, зачем еще нужен теоретик. Ну, тем не менее, я то ли настойчивый был, то ли что. Они решили меня отвязать и вытащили из шкафа старый результат. Вот именно такой результат. То есть, вот, буквально, такая была картинка температурной зависимости и намагниченности, вот такого типа. Ну, так, вот так я это рисую слово. Они не могли это объяснить, и как, потому что материал был необычный, например, в эфире магнетик. То есть, они обнаружили точку, и обязательно объяснить не могли. И поэтому, часто, вот такие результаты в стол кладут просто так, не понимаем. Ну, а в этой ситуации они решили меня, видимо, от меня избавиться. Подсудили меня, говорит, вот, вот, хорошее, вы ничего не сказали. И потом, я уже, когда я пошел в эту группу, и мы стали приятелями, да, мне все объяснили, что они меня просто решили быстро так устранить. И вот подсудили мне этот результат. Ну, вот, я тогда все-таки себя считаю в смысле теоретика. Ну, а теоретик настоящий должен уметь описать все. И я им дал объяснение через некоторое время. Не сразу они его проглотили, это объяснение, но, в конце концов, проглотили. Ну, и у нас появились связи. И, более того, мы даже хотели подать на открытие новое явление, не просто ферри-магнизм, а слабого ферри-магнизм. Вот, основанное, как раз, на этом результате. И вот с этого началась, как раз, деятельность, именно вот с явлением компенсации, магнитной компенсации. Ну, и я бы сказал так, что, с точки зрения прикладной, это явление очень интересное. Потому что я слышал, что вот в этой области, особенно в магнитном поле, вы кучу всяких особенностей имеете, включая, например, появление дистиллеристых влечений, хотя это не точка фазового перехода, безусловно. Все, давайте.